Татьяне Авраменко предстоит посетить парк активного отдыха «Кольт». Бизнес под открытым небом основал Сергей Громов. Дело семейное, запрос необычный, как делать прибыль в любую погоду. На деле проблема типичная для многих предпринимателей – борьба с сезонностью. На этапе отборочного тура мне очень понравилась презентация Сергея. Как он красочно рассказывал о своем бизнесе, как он представлял его. Видна была не только заинтересованность его развития, но и опыт, который уже имеет Сергей. Дорога близкая. Парк находится под Ратонкой. От Минска всего 5 километров. Но как об этом узнать? Как только мы подъехали, мы увидели, что рядом проходит железная дорога. И поезд на повороте приостанавливается. Но, к сожалению, никаких вывесок, бигбордов, обозначений, что это парк активного отдыха «Кольт» не было. Сразу бросилось в глаза, что это как бы недоработка. Здравствуйте. Добро пожаловать в парк «Кольт». Очень рада. Показывайте. «Кольт» – состоявшийся бизнес. Четыре года назад проект переродился из пейнтбольного клуба в парк активного отдыха для всей семьи. Но проверить свою меткость можно и сейчас. При входе у нас есть тир, выстрелить автомат. Желаете? Хочу попробовать. Короткий инструктаж и почти в десятку. Ей понравилось то, что она выбрала. Выбрала она тир. Ну, так как мы потом пообщались в колуарах, я понял, что она даже имеет какой-то разряд по стрельбе. Но у Татьяны Авраменко глаз больше наметан на оценку бизнес-проектов. Ментор отмечает, что в парке развита инфраструктура и продуманное зонирование. Три гектара лесного массива взяты в аренду на ближайшие 12 лет. Но и конкурентов не перечесть. В этой сфере их около сотни. Чем удивит Сергей? С правой стороны это у нас считается навесом. Здесь они могут посидеть, соответственно, пожарить мясо. Они освещены, имеются электричество, соответственно, может чуть задержаться до 10 вечера. С левой стороны вот это мы называем беседками, это которые имеют окна. Вот они утеплены. Зимой туда ставятся специальные такие обогреватели. И все же гордость парка – активные виды отдыха. Всего 12 вариантов развлечений. Пейнтбол, лазер-так, скалодром, квесты. Например, троллей, натянутый на высоте трос для захватывающего дух спуска. Помощник ментора Сергей Скляров готов протестировать аттракцион. Сергей, я все-таки вам предложу скатиться на троллее. Это будет... Незабываемо. Незабываемо. Да, поэтому предлагаю пойти одеться. Ментор акцентирует внимание на технике безопасности. С этим вопросом Сергей Громов знаком не понаслышке, сам бывший сотрудник МЧС. А потому на аттракционах только квалифицированные инструктора. Техника безопасности под роспись. И здесь вот уже все правила расписаны. То есть перед тем, как пользоваться этой услугой, должен клиент прочитать? Прочитать, потом ему рассказывают и расписаться. Так же и с другими аттракционами? Да, без инструктажа невозможно будет. Я смотрю, здесь много детей. Какая-то дополнительная помощь по надзору за этими детьми есть? Ну, у нас, к сожалению, дети без родителей никогда не приходят. Практика такой не была. Если они приезжают, то уже с родителями. Дети – вот на кого делать ставку Сергей. И подкрепляет свой подход расчетами. Солидная статья доходов. Это дни рождения и выпускные. На праздничные мероприятия родители денег не жалеют. Каждый год рынок прирастает на процентов 10. Средний чек – 90 рублей. Теоретически объем рынка только в столице зашкаливает за 8 миллионов рублей. Ну, ребята уже готовы. Сколько у вас подъемов было? Ух, я не считал. Главное, чтобы их количество было разно спусто. Одновременно кольт может принять около 400 человек, желающих пощекотать себе нервы много. Недостатка в клиентах, пока светит солнце, в парке нет. Как вообще впечатление? Очень хорошо. Очень хорошо, но очень быстро. Есть и более экстремальные аттракционы. А можно мы чуть дальше встанем? Я боюсь, я его не сломлю. Вот это веревочный парк. Мы его постарались сделать таким необычным, красочным. Ну, соответственно, если говорить про игру Форт Боярд, то вот этот вот этап у нас называется «Подвешенные предметы». Форт Боярд – еще одна фишка парка Кольт. Белорусский аналог известного квеста. Разработан командой Сергея. Игра увлекает даже взрослых. Берем вот так вот монеты, кладем. Здесь мы бежим, бежим. Чаще всего монеты здесь роняются. Монеты – это сувенир на память о времени, проведенном в парке. А для ментора знак. Каким бы ни был увлекательный бизнес, главное – стабильная прибыль. Вот это и предстоит обсудить. Мы понимаем те риски, которые есть у него сейчас. Это погодные условия, это конкуренция и это ограниченность территории. Вот в этой части ему придется работать. Но при детальном анализе оказывается не только плохая погода – враг Сергея, а еще и неграмотная организация работы. Заявки от клиентов обрабатываются вручную, что отнимает много времени. Татьяна Авраменко отмечает самую серьезную ошибку предпринимателя. Все функции Сергей замыкает на себе. Но не зря же говорят – один в поле не воин. Мы обсудили состав команды. Всего пять человек. Но Сергей, как человек очень увлекающийся, пытается на себя взять основные функции по всем направлениям. Это, конечно, неверно. Нужно уметь делегировать полномочия. Сергей сам перекрывает кислород росту доходов. Соцсети и сайт – один из примеров. В соцсетях – это вообще провал. Это действительно нужно признать, что я как руководитель, который до сих пор не могу перестроиться, что я хочу все делать сам. У вас должен быть отдельно выделенный человек, который занимается соцсетями. Это и сопровождение сайтов, это и привлечение клиентов. Вот человек, который конкретно сосредоточен на продажах. Да, действительно. Наверное, к этому уже нужно приходить. Я посмотрела на ваш веб-сайт. На самом деле он достаточно мрачный. И, наверное, когда раньше у вас были больше стрелялки, наверное, это было оправданно. Но сейчас его надо было бы доработать. Он должен быть более доброжелательный, который отвечает вот теперешнему вашему позиционированию. В части веб-сайта необходимо добавить уже прямо сегодня географические координаты. У вас есть улица географических координаторов? Нет. Опытный маркетолог мог бы заняться и разработкой программы лояльности. Количество клиентов, которые повторно возвращаются в парк, Татьяну Авраменко не впечатляет. Ну, если мы берем 100% в месяц, то примерно это где-то 46-47% приходит повторно. Ну, это не так много. А у вас есть какая-то система лояльности, вот стимулирование спроса? По поводу системы мотивации для повторных лет, к сожалению, у нас нет. К шквалу критических замечаний Сергей не готов, но старается быть прагматичным. У меня есть доченька. И если кто-то моей доченьке скажет, что вот она там вот такая вот неправильная, я ее буду защищать, потому что это же мое родное, понимаете? Ну, понятно, что такая реакция есть. Просто нужно отпустить себя, адекватно посмотреть, поэтому будем над этим работать. С хорошей командой можно дать бой и главным противникам – плохой погоде и зимнему холоду. В сезон, рассказывает Сергей, парк загружен на 85%. С октября до апреля у Кольта резкое падение продаж. Решение единодушное – надо создать закрытую площадку. В дальнейшем мы должны подумать о том, где вы выбираете площадку и выбираете ли вы ее за пределами парка, либо в пределах парка происходит дополнительное зонирование и должна быть организована новая услуга. Вот это очень важно. Это одно из основных элементов преодоления сезонности. Ну, я вижу это следующим образом, что необходимо сделать 3-4 услуги именно в зимнее время. Первая основная услуга – это связан квест «Наука выживать». Нам необходимо найти помещение, где мы могли арендовать хотя бы тысячу квадратов. Татьяна Абраменко предупреждает. Прежде чем принимать решение, надо все просчитать. Квалифицированного финансиста команде тоже не достает. Наверное, вот расчет – это действительно важно. Я об этом не думал. Потому что какая у меня ошибка – это точно, что я вижу, что это внутреннее ощущение, что это идет. Но когда ты считаешь, ну, скорее всего, наверное, боль отрезвляет. Но самый главный мой совет для того, чтобы сейчас в сезон вам увеличить доходы, пожалуйста, возьмите человека в свою команду, который будет работать над продвижением ваших услуг. И как-нибудь договоритесь с комарами. Это тоже квест. А мне кажется, это квест. Если только я их съем. Хорошо, спасибо большое. Очень полезно. Спасибо вам. Перед отъездом Татьяна Абраменко по уже сложившейся в парке Кольт традиции оставила памятную надпись. Я увидел очень много своих ошибок, поэтому взгляд со стороны адекватный, взрослый, с опытом – это действительно полезно. Медлить с выполнением рекомендаций не стоит. Тем более еще сезон, и можно повысить урожайность доходов. Очень скоро у проекта появится новый сайт. Также Сергей принялся решать главную проблему – сезонность. На территории появилась, нет, не избушка – хижина. Здесь можно будет проводить время, не оглядываясь на прогноз, и даже зимой. Новый квест на выживание также придуман. Как оценит результаты ментор? Изначально Кольт не казался ярким проектом. Совершенно тривиальная идея. Площадка, как площадка, ничем не отличалась от сотни конкурентов. Самое главное, что нам нужно было сделать – это внедрить CRM-систему. То есть онлайн-прием и обработка заявок для того, чтобы разгрузить Сергея от рутинной работы. По нашему предложению Сергей принял маркетолога, который взял на себя всю ответственность по работе с клиентами и ведение соцсетей. Сергей построил пять домиков. И сейчас можно не только укрыться в непогоду, а ребята организовали еще и несколько новых игр, в том числе школу выживания. Количество подписчиков увеличилось за короткий промежуток времени до 500 в каждой социальной сети. Продажи выросли на 25% к аналогичному периоду прошлого года. Посещение сайта выросло на 20%. Если раньше позиционирование Кольта – это была игра в пейнтбол, то сейчас это стал лучший парк выходного дня, куда можно прийти с детьми, и парк стал пользоваться большой популярностью у корпоративных клиентов. Перед Татьяной Авраменко сложный выбор. Участник, который изначально не казался ментору самым сильным, серьезно поднял свой рейтинг. Но как проявят себя другие подопечные, впереди еще три встречи.